Не забываем, что 26 июня программа «Диалог с народом». Это хорошая возможность обратиться к главе региона со своей проблемой. В праздничные дни все звонки фиксировались. Сейчас идет обработка информации. С подробностями Амина Бокова. В этом пустом кабинете на первый взгляд уже давно не кипит работа. Но это лишь первое впечатление. На протяжении всех праздничных дней в режиме офлайн десятки обращений записывались на этот автоответчик. Еще больше вопросов были получены через социальные сети и мессенджеры. К примеру, только в WhatsApp за вчерашний день поступило около 12 сообщений. Здесь не только аудио, но еще и видеозаписи. Темы, которые интересуют жителей республики, самые разные. Асфальтирование дорог, благоустройство дошкольных учреждений, материальная помощь и не только. Жители делятся как личными проблемами с надеждой получить помощь для лечения и трудоустройства, так и пытаются указать на насущные вопросы, назревшие в регионе, в том числе предстоящие выборы главы Ингушетии. Помимо общественно-политической ситуации в республике, граждане интересуют строительство соцобъектов в отдаленных населенных пунктах Ингушетии. Но и это не все. У меня двое детей, жизненных условий. Жилья у нас нет. Если есть хоть какая-то возможность, помогите им жить. Для большинства обратившихся программой «Диалог с народом» не своеобразная жалобная книга, а возможность помочь другим. Множество обращений связаны с поддержкой талантливой молодежи. Множество вопросов связаны со здравоохранением. К примеру, жительница Малгабека Мака Аушева просит помочь ей с осуществлением выездного лечения. Кстати, у жителей есть возможность не только обозначить саму проблему, но и предложить пути ее решения. Обратиться к главе субъекта через колл-центр можно и позвонив с городского или мобильного телефона на бесплатный номер, который вы видите на своих телеэкранах. Либо отправив сообщение на номер 4647 с кодовым словом «Диалог». В обращении обязательно необходимо указать свои данные – имя, фамилию, номер телефона и домашний адрес. Количество звонков и вопросов от одного человека не ограничены. Это касается сообщений и видеообращений. Амина Бокова, Гапур Чех, Киев, Новости 24.